В России подводят первые итоги единого дня голосования. Выборы разного уровня проходили почти по всей стране. И уже можно говорить о том, что в большинстве регионов, там, где выбирали, например, губернаторов, свои посты сохраняют действующие руководители, которые в данный момент носят приставку ИО. Но кое-где, как, например, в Иркутске, интрига еще сохраняется. Обо всем подробнее. Дмитрий Кочетков. Этот день голосования стал самым масштабным за последние годы. Напрямую избирали губернаторов в 21 регионе. Пожалуй, главной неожиданностью стал второй тур в Иркутской области. По предварительным данным, Сергею Ероченко из «Единой России» не хватило для победы менее половины процента. А главы остальных регионов смогут сразу избавиться от приставки временно исполняющей обязанности. Рекордный показатель поддержки избирателей у Амана Тулеева в Кемеровской области. Он набирает почти 97% голосов. Татарстаном продолжит руководить Рустам Миниханов с убедительным результатом в 96%. Четверо из пяти избирателей поддержали Александра Дрозденко в Ленинградской области и Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае. Олег Кожемяка на Сахалине в три раза обошел своего ближайшего конкурента из КПРФ и набрал 67% голосов. Примерно столько же у Анатолия Артамонова в Калужской области. В Хантамансийском автономном округе губернатор избрал парламент. Регионом продолжит руководить Наталья Комарова. У руководства избирательного штаба «Единой России» хорошее настроение. Партия власти продолжает лидировать в условиях возросшей конкуренции. Как заявил глава правительства и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, условия для проведения выборов не являются стерильными. Это закаляет единороссов и поможет в будущем провести думскую кампанию. Итоги, на мой взгляд, по тем данным, которыми мы сейчас располагаем, для партии «Единая Россия» выглядят вполне удовлетворительно. Я бы даже сказал, что это хорошие результаты. Они, с одной стороны, отражают реальное влияние партии «Единая Россия» в регионах предпочтения наших избирателей, а с другой стороны, показывают, что российская демократия развивается, показывают, что парламентские партии достаточно удачно проводят свои избирательные кампании, и выборы прошли на высоком конкурентном уровне. Во время селекторного совещания представители регионов поздравляли Дмитрия Медведева с днём рождения. 14 сентября премьер-министр отмечает 50-летие. Подвели итоги единого дня голосования и в других штабах. Коммунисты на этих выборах подтвердили статус главной оппозиционной силы, особенно в Иркутской области, где предстоит второй тур. Наш Левченко уверенно в полтора раза опережает действующего губернатора в Иркутске. Побеждает его Братске, Шелихове, Вангарске. И опять начинается волынка и так далее. Я предупреждаю официально местные власти в Иркутске. В этот раз вы не перепишите и не украдёте. Мы же к вам прислали туда 500 дополнительных наблюдателей. А либеральные демократы потребовали пересчитать голоса в Амурской области, где их кандидат Иван Абрамов едва не вышел во второй тур. Что же касается кампании в целом, Владимир Жириновский считает, что выборы прошли значительно лучше, чем в прошлые годы. Тихо, спокойно. Ну, немножко смущает нас всё-таки относительно высокий процент досрочного голосования. Или на дому. Досрочное вообще, они проголосовали ещё неделю назад. И на дому, когда вот в течение дня, в день выборов. Мы бы хотели это исключить. Мы постараемся внести поправку, чтобы выборы проходили только здесь, на избирательном участке. В «Справедливой России» заявили об использовании так называемой «карусели» на выборах в Подольске. Один из избирателей признался наблюдателю от партии, что проголосовал трижды. Но единичные нарушения не повлияли на результаты выборов. Объективно нужно сказать, что в этот раз и избирательная кампания, и сам ход голосования, но на порядок, наверное, идёт спокойнее, чем прошлые годы. Мы это видим. С одной стороны, есть реальная конкурентная борьба. С другой стороны, всё-таки, такое ощущение, что больше стали внимания уделять соблюдению норм закона. И мы заметили такую тенденцию. Действительно, в Центрисбиркоме оперативно реагировали на все сообщения о нарушениях в ходе голосования. Например, на одном из участков в Ростовской области произошёл вброс 31 бюллетеня. Оказалось, какой-то бегун. Спортсмен сумел сбежать, но, тем не менее, там находятся сотрудники полиции, прокурор. Ну, в общем-то, 142-я. Явно 142-я. Кстати, а она тяжёлая. А она тяжёлая. Похоже на провокацию. Ну, будем разбираться. Рекордное количество партий, 15, участвовали в выборах в Костромскую областную думу. Эта кампания, пожалуй, стала самой громкой. Из региона поступали сообщения о готовящихся провокациях и задержании активистов с большими суммами денег. Впрочем, в день голосования на избирательных участках всё было спокойно. Выявленных нарушений грубых и даже слабых не было. Люди шли спокойно, соответственно. То есть, пьяных дебоширов тоже не наблюдалось. В результате в Костромскую думу прошли Единая Россия, Коммунисты, Справедливая Россия и ЛДПР. Все остальные партии, включая Парнас, не преодолели 5-процентный барьер. Что же касается явки, данные из регионов продолжают обрабатываться. Но уже ясно, что самыми активными оказались жители Кемеровской области и Татарстана. А самая низкая явка была в Смоленской и Архангельской областях. По оценке политологов, эти выборы были конкурентными и прозрачными. Все четыре парламентские партии подтвердили свои позиции перед предстоящей в будущем году борьбой за мандаты депутатов Госдумы. Дмитрий Кочетков, Юлия Ходорова, Первый канал.